Всем привет! Меня зовут Елена Старова, я основатель Школы Проводников Игры Лила. И в этом ролике мы с вами поговорим о желании других людей сбежать от негатива. Наверняка вам знакомо это состояние. Также вы видите это среди ваших близких, друзей, знакомых, окружения, что люди пытаются убежать к счастью, к наслаждению. И при этом, когда происходят неприятные для них моменты в жизни, они пытаются сбежать от этих моментов. Почему же так происходит? Конечно же, Лила раскрывает эти моменты. И также есть клеточки в Лиле, отражающие те состояния, которые и приводят к желанию убежать от негативных моментов в жизни. И чтобы максимально раскрыть тему негатива в этом видеоуроке, изначально хочется сказать, а точнее задать такой общий вопрос и ответить на него. Что же является целью жизни каждого человека? Можно ответить на вопрос таким образом — достижение целей, достижение желаний. И тогда я задам ещё один вопрос. А если человек достигает всех своих желаний, все свои цели, но при этом внутри у него нет состояния радости, счастья, уверенности, он делает это как робот, механизм достигает, но при этом не испытывает ничего позитивного внутри. И исходя из этого утверждения, возвращаясь к вопросу «Смысл жизни», да, смысл жизни может быть в определённых целях, а точнее, я бы сказала, смысл заключается в пути. И тогда главной характеристикой, главным аспектом жизненного пути является счастье, наслаждение, состояние гармонии, радости, когда тебе внутри хорошо. И согласитесь, если внутри хорошо, то не столь важна цель, точнее, её достижение, сколько каждый момент приносит вам состояние гармонии, равновесия, благодарности. И получается, что не цели делают нас счастливыми, не достижение цели делает нас счастливыми, а сам путь, наслаждение каждым моментом жизни, наслаждением достижения целей, наслаждение самим путём. Каждый день, когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что тебе хорошо здесь и сейчас, каждый миг своего времени. И тогда вернёмся к термину «негатив». Когда мы говорим о чём-то как о негативном, что это значит? Что мы понимаем, что есть что-то позитивное, что-то приятное для нас, благоприятное и негативное. И получается, что наш ум начинает делить мир на две категории, на хорошее и нехорошее, правильное, неправильное, приятное, неприятное. И вот как раз-таки от этого деления происходят и страдания. И согласитесь, мир дуален. В чём заключается дуальность? Она заключается в ритмах. День — ночь, тепло — холодно, светло — темно и так далее. Если бы не было света, как бы мы поняли, что есть темнота? Если бы не было тепла, как бы мы поняли, что есть холод? Если бы не было добра, как бы мы поняли, что есть зло? И получается, что именно в контрастах мы познаём мир. Если в нас заложена негативная часть, вот эти негативные эмоции, то они для чего-то нужны, и как минимум для того, чтобы гораздо ярче переживать позитивные эмоции. И получается, по данному принципу ритмов, что есть позитивная часть жизни, состояние эмоции, есть негативная часть жизни, также состояние эмоции. Вполне возможно, что эти состояния, они балансируют. То есть где-то 50% позитивных эмоций и 50% негативных. Почему возникают те или иные эмоции, мы ещё поговорим чуть позже. Получается, что это всё в нас. Негативные эмоции, позитивные, они в нас запрограммированы для чего-то. В нас нет ничего лишнего. И я считаю, моё личное мнение, что во всей Вселенной нет ничего лишнего. Что если здесь и сейчас, в данный момент выросла одна травинка или одно дерево, или ещё что-то появилось, для чего-то это нужно. А также с эмоциями. Они для чего-то нужны. И когда человек говорит о том, что я не хочу испытывать негатив, я хочу убежать от негатива, я хочу выбрать только позитив, это получается, что он хочет отказаться от половины своей жизни. Потому что мы с вами определили, что 50% приблизительно — это отрицательные негативные эмоции. Состояние, эмоции, влияние — что-то отрицательное. Но мы сейчас говорим об отрицательных эмоциях не как о чём-то плохом, а как о чём-то в нас запрограммированном для каких-то целей. То есть получается, что у человека есть две руки, у него есть две ноги, у него есть голова, сердце, лёгкие, селезёнка, печень, желудок, кровеносная система, лимфатическая система, нервные клетки и так далее, и так далее. Это всё. Каждая часть, каждая клеточка организма, она служит одной общей задаче. Нельзя отказаться от руки, потому что она вот сейчас, сегодня плохо себя чувствует. Не проснулась. Или человек проснулся не с той ноги. И нельзя от неё отказаться, взять, отрезать какую-то часть тела. Мы понимаем, что всё в теле, оно нужно. Даже если где-то идёт сбой, даже если тело где-то заболевает, но это сигнал, что вот здесь сейчас требуется внимание, сюда нужно обратить внимание, эту часть нужно подлечить. Мы же, когда эта часть требует внимания, там заболевает, мы же её не отрезаем и не выкидываем из жизни, как что-то ненужное и неприятное. Мы смотрим, а почему это возникает, и приводим эту часть тела в гармонию. И получается то же самое с нашей психикой. Негативные эмоции, позитивные эмоции составляют общий спектр наших эмоций, нашей психики. Так же, как болезни внутри организма, там, руки или ноги, сигнализируют о том, что обрати на меня внимание, вот здесь что-то не так, здесь что-то сбоит. То же самое с эмоциями. Если вы испытываете негативные эмоции, у вас они поднимаются, какие могут быть негативные эмоции? Гнев, зависть, жадность, ревность, страх, печаль. Это, кстати, всё алчность. И это, кстати, всё есть, представлено в клеточках Лилы. Это всё представлено в Лиле. И Лила — это в целом про состояние, про эмоции. Как позитивные, благоприятные, так и негативные. И когда эти эмоции поднимаются, то они сигнализируют о том, что стоит обратить внимание на эту эмоцию, а точнее, что её вызвало. Не всегда можно сразу же определить, а когда человек вырастает, и его не учат чувствовать, чувствовать, что было во времена наших мам, бабушек, прадедушек, которые жили во времена Советского Союза. В Советском Союзе считалось, что нет ни психологии, нет ни души, ни психики. Вот есть только тело, есть сознание, больше ничего нет. Поэтому все труды, которые до прихода к власти Советского Союза были наработаны, в Советском Союзе они были потеряны, потому что считалось, что вот есть только сознательная часть, никакого подсознания, никакого бессознательного, бессознательного, и, соответственно, никакой психологии нет. Нет никаких чувств, эмоций. И что мы можем видеть на постсоветском пространстве у людей, которые заставили Советский Союз, которые родились в нем, нет ни религии, ни души, ни эмоций. И такие люди, как правило, они более холодные, они не умеют проявлять свои чувства, у них очень много подавленных чувств, нельзя злиться, нельзя завидовать, нельзя то, нельзя другое. И когда вы запрещаете другим людям или себе испытывать негативные аспекты психики, негативные эмоции, то таким образом вы перекрываете себе абсолютно весь спектр эмоций, потому что невозможно одно без другого. Чем больше вы запрещаете себе, например, гневаться, гневаться, злиться, тем больше вы запрещаете себе радоваться. К сожалению, нельзя в теле отключить какую-то одну эмоцию, когда больно, когда неприятно, и ты, хотелось бы, нажимаешь кнопку «Отключить гнев» или «Отключить зависть». Но, к сожалению или к счастью, такого нельзя сделать. Если ты нажимаешь кнопку «Отключить», например, «Гнев», то таким образом ты перекрываешь себе вообще чувствование абсолютно всех эмоций, как благоприятных, так и неблагоприятных. И впоследствии такой человек живёт только головой. А голова — это только один из аспектов психики. У нас есть строение мозга и несколько этажей мозга, а точнее, если быть точнее, то их три основных этажа мозга. И сознание отвечает на первый этаж, но у нас есть ещё второй и третий. И получается, что когда мы принимаем решение не чувствовать, то мы отключаем сразу же два этажа мозга. И работает у нас только один. И теперь давайте подробнее разберём о эмоциях, а точнее, о негативных аспектах эмоций. Как я уже сказала, что даже одна травинка, одна песчинка — они важны во всей Вселенной. Если бы не было даже одной травинки, то вся бы Вселенная пошла абсолютно по другому этапу развития. Наверное, в этой фразе я утрирую, хотя кто знает. Тем не менее, я считаю, что если что-то изменить одно, изменится абсолютно всё. И получается, что такие негативные аспекты психики, как жадность, как ревность, гнев, печаль, какие-то негативные моменты, они все нужны. И давайте разберём на примере гнева. Очень много людей, с кем я сталкивалась в обучениях, когда проводила трансформационную игру Лила, или вообще в жизни, очень многие жалуются на то, что они испытывают гнев, они хотят от него избавиться, потому что это чувство их разрушает, но при этом страдают от этого негативного аспекта. Как мы знаем, что всё полезно, и давайте посмотрим на гнев с точки зрения пользы. Польза гнева в том, что гнев всегда возникает, когда личные границы нарушены. То есть в живой природе, когда твои границы нарушены, твои, твоей семьи, близких к тебе людей, когда происходят нападения, возникает чувство гнева, и таким образом тебе даётся дополнительная энергия от кровеносной системы, лимфатической. То есть весь организм встаёт в бой на защиту, появляется, высвобождается колоссальная энергия на то, чтобы либо бежать, убегать, либо бороться, защищаться. То есть на то, чтобы спастись, выжить. И получается, что в таком случае гнев не враг, он защитник. Он помогает, он высвобождает энергию, и чтобы ты себя защитил. Но, конечно же, в современном обществе есть аспекты гнева с обратной, противоположной стороны, где можно не злиться, но при этом по каким-то характеристикам, причинам, человек начинает злиться. И в Лиле есть клеточки, отражающие эти состояния, отражающие состояние гнева как помощника, и гнева как мешающие составляющие. И, конечно же, мы разбираем эти клеточки, когда игрок на них попадает, а каждый человек не просто так попадает на ту или иную клеточку. Это значит, что эти клетки отражают аспекты жизни игрока, жизни в согласии с его запросом. И таким образом игрок учится определять вот это состояние гнева. Для меня оно какое? Что оно несёт? Что мне важно изменить в своей жизни, чтобы перестать испытывать это состояние? И что мне нужно предпринять в моей жизни, чтобы трансформировать эту энергию гнева в другую энергию? Или на что мне стоит обратить внимание в своей жизни? Чтобы вот эта вот кнопка гнев перестала срабатывать постоянно в моей жизни. Возможно, есть раздражитель, возможно, есть человек или группа людей, или коллектив, работа, что угодно, что постоянно вызывает это состояние, желание защитить свои личные границы. И таким образом мы понимаем в примере гнева, что нельзя точно сказать, что вот это вот чувство, оно ненужное, оно лишнее, оно отрицательное, а вот это вот чувство положительное. То есть как показывает нам Лила, что все состояния, в Лиле 72 клеточки, и что все состояния, во-первых, человек вправе испытывать в своей жизни, на, так скажем, постоянной основе, все эти состояния есть в нём, и что нельзя точно определить, а что хорошо, какое состояние хорошее для меня, а какое плохое. И давайте ещё посмотрим на такое отрицательное с первого взгляда состояние, как печаль. И печаль, как правило, всегда сигнализирует о том, что что-то в жизни идёт неправильно, что-то нужно менять. Если человек не меняет что-то в своей жизни, то за печалью потом он попадает в депрессивное состояние. И с одной стороны, когда он начинает испытывать состояние печали, он закрывается, ему становится больно, потому что эти все негативные аспекты психики нам больно испытывать, психологически больно, морально больно. Если мы раним палец, то мы чувствуем физическую боль, то, испытывая негативные аспекты, конечно же, нам больно. Но когда мы раним палец, и нам больно, что мы делаем? Мы обращаем внимание на эту рану, конечно же, и мы её обрабатываем перекисью водорода, если нужно йодом, проходим зелёнкой, какими-то антисептиками, чтобы рана не нарывала, чтобы она стянула и зажила. И метафорично, если посмотреть, что же мы делаем с состояниями, с отрицательными? Мы не обращаем на них внимания. Вот они поднимаются, боль проявляется. И что мы делаем? Мы прячем её за одежду, что я не хочу чувствовать эту боль, её нет. И прячем, забинтовываем, и вот так вот ходим. Всю свою жизнь кто-то даже ходит так. Но мы видим, что такой принцип жизни, убегание-сбегание, когда мы прячем эту боль, подавляем её, то она не исцеляется. Исцеляется только наоборот, когда мы её видим, когда мы её обрабатываем, когда мы помогаем ей стянуться. И все вот эти негативные состояния, они показывают нам, что вот есть боль, есть рана, и важно её залечить, правильно залечить. И давайте вернёмся к печали, к печальному состоянию. Когда человек в жизни начинает испытывать печаль, то это сигнализирует лишь о том, что пришла пора в жизни что-то поменять. возможно этот человек уже засиделся на старом месте, возможно то, что раньше его радовало, сейчас не радует, и нужно двигаться дальше. То есть это состояние сигнализирует о том, что начни что-то менять в своей жизни. И в Лиле также есть эти состояния, представленные на клеточках. И когда игрок попадает на эти клеточки, то опять же они с одной стороны учат игрока менять что-то в своей жизни, что начни предпринимать активные действия в своей жизни, обрати внимание, почему возникло это состояние. И так далее. Обо всех клеточках, которые носят отрицательное значение, а в жизни это все отрицательные эмоции, негативные эмоции, как еще их называют, они всего лишь показывают, на что сейчас человеку нужно обратить внимание, что за рана у него сейчас открылась. Но когда мы убегаем, когда мы прячем эту рану и говорим «не-не-не, все нормально, ничего у меня нет», то тогда и сложно что-то изменить в своей жизни. И человек продолжает ходить по кругу, по кругу, раз за разом. Та старая рана поднимается, он ее снова подавляет. Поднимается, подавляет. И, возможно, вы замечали наверняка в своей жизни, в жизни окружающих людей, что каждый ходит по своему такому кругу. Если говорить о восточных учениях, то такое состояние называется кармой или колесо сансары, круговорота, что пока ты не выйдешь из этих состояний, пока ты не осознаешь, а почему в тебе поднимается то или иное состояние, оно будет продолжать, возникать раз за разом, пока ты не изменишь какой-то аспект своей жизни. Интересно отметить, что вот этот круг сансары, круговорот, он представлен также на лиле. В лиле есть стрелы, когда основание стрелы поднимает игрока уровнем вверх или несколькими уровнями. И также есть змеи, где голова змеи спускает игрока к хвосту вниз, уровнями ниже. Как правило, все змеи практически ведут в первый уровень, и человек достаточно может высоко упасть по змеям с седьмого уровня до первого. И получается, что если игрок в жизни что-то не осознает относительно состояний, так же и в лиле, вот этот круг сансары, он будет постоянно по нему проходить, попадая на стрелы, падая по змеям. Либо поднимаясь вверх просто по клеточкам и падая по змеям, то есть идя по своему кругу. Это интересно замечать у игроков. Часто я вижу такое, что игрок ходит несколько кругов по одним и тем же клеточкам, попадая на одни и те же клеточки, стрелы и змеи, показывая, что значит и в жизни он чего-то не видит, чего-то не осознает относительно состояний. И теперь вернемся к началу нашего ролика, где мы говорили о том, что важнее всего состояние, когда ты испытываешь счастье, уверенность, состояние гармонии, баланса, когда тебе хорошо. И получается, что если мы определили, что негативные аспекты, для человека, для большинства людей негативные моменты психики, негативные эмоции, они воспринимаются как что-то плохое. Но мы поняли, что у нас плюс-минус 50% позитива, 50% негатива, потому что так устроен мир в дуальностях. День, ночь, тепло, холодно. И тогда самая выигрышная позиция не в том, чтобы убегать от негатива, убегать от 50% себя. А самая выигрышная позиция, во-первых, понять, а что этот негатив несет в моей жизни, почему он сейчас у меня возникает. Ведь согласитесь, что негатив мы воспринимаем негативом только от состояния своего ума. Один человек данное событие воспримет как негативное, а другой человек одно и то же событие воспримет как позитивное. И все в глазах смотрящего. Все зависит от каждого конкретного человека. И получается, что более выигрышная позиция в том, чтобы в негативных аспектах вот они поднимаются, негативная эмоция поднимается, а ты начинаешь себя спрашивать, а почему сейчас я испытываю это состояние? Для чего оно сейчас у меня проявляется? Чему оно меня учит? Чему меня учат это негативное событие в моей жизни? Да, я согласна. Проще убежать. Проще закрыться, убежать, сказать, что я не хочу испытывать негатив. И вообще другой человек или группа людей, которые во мне это поднимают, они не правы. Я прав, я вот не хочу испытывать. Но гораздо сложнее пойти в работу с этим. И если ты привлек в свою жизнь события, то значит, почему-то для тебя сейчас это важно. И важно, вот эта рана сейчас, она в тебе начинает проявляться. И благодаря этой ране данный момент, он исцеляющий, он полезный. И когда мы учимся все негативные моменты проживать и спрашивать себя, для каких благих целей эти моменты в моей жизни, в моей психике возникают, то тогда вы перестаете делить на негативное и позитивное. И тогда нет смысла убегать от негативного и бежать к позитивному. Тогда нет смысла терять вот эти 50% в своей жизни. И вы становитесь более целостными, более принимающими, более понимающими и полноценно живущими. Потому что вы понимаете, что если возникает негативный аспект, то он для чего-то нужен, и вы благодарите, он для вас становится уже не негативным. Вы перестаете делить, вы все время находитесь в состоянии принятия, все время в состоянии благодарности, счастья. И тогда ваша жизнь становится все более красочной, целостной. Каждый момент жизни вы воспринимаете как благодарность, как вызов. Даже отрицательные эмоции вы воспринимаете как урок. Что мне дает этот урок? И вы все более и более полноценно начинаете жить. Исходя из всего вышесказанного, убежать от негативных эмоций не получится. Но вы можете их принять, их осознать, трансформировать и перестать делить. И тогда вы придете к состоянию гармонии, счастья и принятия. Все эти аспекты развернуты в Лиле, в ее принципах, в ее клеточках. Лила помогает глубже узнать себя, ответить на свои вопросы, увидеть те или иные состояния и принять их. Я вас благодарю, что дослушали этот ролик до конца. И до встречи в других роликах. Продолжение следует... Продолжение следует...